В имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшние чтения из Нового Завета, из Евангелия, из Апостола говорят нам о приоритете и превосходстве духовного, вечного, надматериальном, временном. И в то же время о том, что человек может и находит подлинную жизнь, когда он стремится к Богу и живет по воле Бога. В сегодняшнем апостольском чтении, это второе послание Коринфянам, 5 глава, есть такие слова апостола Павла. Он сравнивает человеческое тело, земную жизнь с некой хижиной, хижина или шалаш. То есть что-то хрупкое достаточно, хрупкое, временное, построенное ненадолго. И вот он говорит, находясь в этой хижине, мы воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься. Бремя – это земная жизнь, земные испытания, какие-то проблемы, болезни, которые на нас сваливаются, еще что-то. Но есть еще одно бремя – это наши грехи, наши недостатки, ошибки, зло, которое мы иногда делаем, вольно, иногда невольно, но это тоже накапливается тяжким бременем. И вот мы должны как бы совлечься, говорит апостол, от этого бремени «И облечься в вечное, в новое, светлое, чтобы смертное поглощено было жизнью». Вот это сегодня, пожалуй, самые главные ключевые слова. «Чтобы смертное, что в нас есть смертное, было бы поглощено жизнью». А жизнь подлинная, жизнь по воле Бога, жизнь из полной любви, добра, заботы, сострадания к людям – вот это уже и есть начало вечной жизни здесь, на земле. Вот это никогда не будет бременем, когда ты любишь других людей и помогаешь им в их испытаниях, в их каких-то слабостях, нуждах. Проявляя деятельную любовь, заботу и милосердие, ты облекаешься в вечное, в новое. Ты обретаешь полноту жизни. Когда ты живешь только для себя, или когда у тебя только какие-то мимолетные, призрачные увлечения, увлечения, веселья, какие-то цели ненадежные, то это все временно, это все закончится. Даже в этой земной жизни это порой закончится. Ведь каждый состарится человек, рано или поздно уйдет с работы, может и чем-то заболеть, слечь. И тогда то, чем он был увлечен и думал, что это будет бесконечно, оно закончится. А вот те добродетели, та любовь, тот свет, то познание Бога, познание того, что другие люди тоже люди, как и я, их надо любить, о них заботиться, им помогать, их прощать. И я могу это делать. Я не совсем уж какой-то совсем законченный злой грешник. Во мне тоже есть большой духовный потенциал. Вот когда мы это все так осознаем, так живем, так проживаем, то мы уже здесь, в этой земной хижине, облекаемся в вечное, в вечное, что никогда не закончится. А евангельское чтение содержит наставления Господа апостолам, которых он посылает, проповедовать, и дает им наставление не брать ничего с собой. Посох, там, одежду, деньги, сумки, серебро, ничего не имейте, говорит он с собой. В какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда апостолы ли, мы ли с вами делаем Божье дело, то мы не будем ничего лишены, даже и земного в конце концов. Всегда найдется добрый человек, который нас и примет, и накормит, и поможет, и отзовется, и что-то посоветует. Главное, что у человека внутри, какие цели, какие намерения. Если человек исполняет волю Божию в своей жизни, и даже против него кто-то, коллеги там, или кто-то в семье настроен, то всегда найдутся и те, кто будет его поддерживать, и будет за него молиться, и будет ему говорить что-то ободряющее, и помогать в чем-то. Как говорится в 33-м псалме, помните, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага, не лишатся даже всего необходимого в этой земной жизни те, кто ищет высшего, главного, духовного. Вот так сегодня нас учит Слово Божие. Конечно, не все это легко, может быть, сразу понять, но когда мы сопоставляем разные обстоятельства жизни, когда мы стараемся читать Слово Божие, Евангелие, послание, псалмы, вникать в это, соотносить со своей жизнью, то мы находим, как все постепенно соединяется, как вдруг из маленьких кусочков вырастает прекрасная мозаика на золотом фоне вечности, сияющая яркими красками. Вот так складывается жизнь человеческая, жизнь духовная, которая вечно и которой не будет конца во веки веков. Аминь.